всем привет дорогие друзья сегодня воскресенье сейчас около 6 часов вечера утром мы собирались и точнее я вам обещала что сегодня мы пойдем на пляж до молотаж но с утра был дождь представляете как зарядил и на пляж мы не пошли в этом видео мы с вами едем на пляж клеопатра и в этом видео я вам расскажу о встрече в москве обсудим с вами некоторые темы из комментариев такие как почему вы с айханом ездите на мопеде если у айхана есть права или анастасия вы показываете в своих видео магазины в которых вы сами никогда не одевайтесь и также отправимся с вами на пляж клеопатры и посмотрим закат надеюсь что посмотрим закат поэтому сейчас едем в сторону клеопатры погода очень комфортная классная температура воды в море и температуру воздуха температура воды мой температура воздуха вы можете узнать по ссылкам в описании они есть ко всем моим видео в описании ко всем моим видео поэтому заходите и смотрите температура воды и воздуха и воздуха в Аланье тема это мопед права и так далее недавно кто-то написал вопрос почему вы ездите на мопеде если у айхана есть права друзья пожалуйста не судите о нашей жизни потому что вы видите в наших видео наше видео это всего 10 10 минут нашей жизни по которым судить совершенно не стоит на чем мы ездим куда мы ездим во что мы одеваемся как мы общаемся в общем как мы проводим время и так далее почему мы ездим на мопеде по Аланье в жару ездить на мопеде на самом деле одно удовольствие это раз на мопеде парковаться намного проще с мопеда очень быстро можно спрыгнуть и запрыгнуть у нас раньше было даже одно время у нас было четыре мопеда представляете один мой один айхана и два мопеда были рабочие сейчас у нас остался один мопед и машина так вот когда мы ездим куда-то далеко по работе мы берем машину а когда мы ездим по городу то мы всегда ездим на мопеде потому что на мопеде мне нравится больше поэтому если вы видите в видео что мы постоянно ездим на мопеде это не значит что мы ездим только на мопеде на мопед на электромопед за электромопед не нужно платить за парковку и очень много плюсов но самое главное что в жару на мопеде ехать одно удовольствие потому что у тебя такой натуральный кондиционер получается воздух тебя плевать и тебе совершенно не жарко поэтому друзья еще раз пожалуйста не судите о нас о нашей жизни потому что вы видите в 10-15 иногда 20 минутных видеороликах мыслите пожалуйста немножко глобальнее и еще одна тема пока мы едем до клеопатры это встреча в москве я буду в москве с 11 по 14 июня то есть 12 и 13 полные дни и 12 числа в 7 часов вечера мы встречаемся у гума ссылка в описании и прийти на встречу пишите мне на ватсап номер в описании я сделаю группу для тех кто захочет прийти на встречу поэтому встреча в москве 12 числа в 1900 группа в ватсапе по встрече в москве если хотите прийти на встречу пишите я добавлю вас в группу чтобы мы с вами не потерялись ну и конечно же из москвы будет видео если состоится у нас встреча с подписчиками то будет видео из москвы тоже мы уже приехали на клеопатру все таки как же как же красиво у нас в алане не правда ли ну что друзья мы на набережной пляжа клеопатры прошлые выходные мы здесь купались и опять 6 часов вечера и кто-то уходит с пляжа а кто-то на пляж приходит здесь здесь можно играть в пляжный волейбол ну и поскольку мы опять ездим по работе я постараюсь подойти максимально близко к воде потому что у меня сейчас туфли надеты очень комфортная классная погода один из пляжных баров ближе к вечеру находиться на пляже конечно очень комфортно можем пройти с вами еще в ту сторону очень величественно смотрится конечно гора жаль что мы сегодня не попали на домолотаж но был дождик и была сегодня у нас тоже кое-какая работа вот так вот клеопатра выглядит сейчас очень спокойное море сегодня просто потрясающее и скоро будет закат солнца и мы переместимся на домолотаж и на домолотаж и уже будем смотреть с вами закат закат солнца сейчас мы практически в самом конце пляжа клеопатрии видите здесь совсем рядом станции парапланиристов кстати пишите в комментариях кто летал на параплане а кто еще не летал я летала на параплане уже два раза очень мне понравилось особенно когда кружишь над морем это просто невероятное ощущение ну и друзья прежде чем мы переместимся с вами на домолотаж хочу с вами еще точнее не то чтобы обсудить эту тему а ответить на многочисленные точнее не очень многочисленные но пару комментариев которые выросли также какой-то уже спор о том что анастасия вы снимаете обзоры магазинов которые турки не ходят но друзья мы живем здесь и ходим магазины которые находятся в Алании и покупаем мы стараемся покупать только турецкие марки поэтому как местные жители мы ходим в те магазины которые я вам снимаю обзоры на которые я вам показываю и вещи покупая только в этих магазинах сегодня также одна из подписчиц написала мне то что эти видео только для иностранцев которые никогда не были в турции вы снимаете сами в этих магазинах не одевайтесь так вот что я хочу сказать я хочу сказать то что если вы что-то утверждаете то пожалуйста прежде чем что-то утверждать пожалуйста придите ко мне в офис и прям можете на мне лично проверить какие на мне находятся вещи прежде чем что-то утверждать сто процентов пожалуйста в этом убедитесь и не пишите голословные вещи ну а когда люди начинают писать голословные вещи и так далее нет друзья если вы пишете ерунду которая не соответствует действительности я так вам и отвечаю что это ерунда так вот если говорить о вещах вот на данный момент какие вещи на мне на мне например непосредственно сейчас джинсовая куртка которая была куплена в магазине или купер футболка которая была куплена в торговом центре сахабазарво куджалари это футболка пола купила я две штуки белую и синюю на мне непосредственно брюки которые я купила в магазине ли купер и на мне непосредственно белые туфли которые были куплены в магазине рула кундура вся моя одежда и вся обувь которую я ношу она приобретена в тех магазинах на которые я делаю обзор если вы в этом сомневаетесь пожалуйста приходите ко мне в офис мне скрывать нечего все знают где наш офис где мы находимся приходите и прям можете смотреть и бирки и кстати у меня еще сумка с собой которая была куплена в магазине бренд бокс поэтому еще раз повторяю все вещи которые я на которые я делаю обзор точнее магазины все мои вещи приобретены в этих магазинах и пожалуйста друзья прежде чем что-то утверждать убедитесь в этом на сто процентов описать голосновные вещи голословные вещи ну это просто некрасиво и обвинять людей в том что не является правдой это тоже очень некрасиво и ну давайте пройдемся с вами еще по пляжу Клеопатры прежде чем по набережной прежде чем мы покинем этот пляж и отправимся на Дамуаташ смотреть закат здесь тоже очень красиво много пляжных баров которые обустроены и душевыми и душами и кабинками для переодевания и туалетами ну вот например и душ и кабинка для переодевания и туалет и на пляже очень много пляжных баров ну и конечно же везде стоят вот такие вот сетки и можно играть пляжный волейбол и так далее в общем развлекаться как как душе угодно вот эта набережная тоже очень красиво здесь можно или гулять и кататься на велосипедах здесь также очень-очень много отелей которых вы можете отдыхать как отелей так и как обычных отелей так и апарт апарт отелей на пляже Клеопатра сегодня очень-очень красивый закат мы уже на Дамлаташи и приближаемся к пещере Дамлаташ надеюсь что солнце не зайдет совсем и мы успеем чуть-чуть увидеть красивый закат мы успели на закат сейчас спустимся к морю Айхан делает прямой эфир в нашей группе на фейсбуке на заднем плане канатная дорога ну а сейчас давайте с вами пойдем поближе к морю ой народ еще тут отдыхает купается очень красивый закат ну как обычно на Дамлаташи всегда очень красивые закаты с и а а а а а а а Друзья, кто говорил о том, что на Дамлатасе грязная вода? Посмотрите, вода чистейшая, кристальная Видно, даже я с моим плохим зрением вижу дно очень далеко Никакой желтой пены здесь нет Я не знаю, откуда взялась эта информация Но, как я вам и говорила, сколько мы бы не ходили на пляж Дамлаташ Или на какой-то другой пляж, вода чистая Посмотрите, просто кристально чистая вода Вода действительно чистая И видите, я специально пришла сюда Даже несмотря на то, что мы утром не купали Вот показываю вам на 9 июня чистоту воды Вода просто идеальная Поэтому, когда вы писали про желтую пену и про грязь Ну, вот видите, я вижу здесь, встаю своими глазами, что вода просто кристально чистая Дорогие друзья, вот такой вот здесь прекрасный закат сегодня Я надеюсь, что вам понравилось это видео Пишите свои комментарии, задавайте вопросы Ну, и, конечно же, приезжайте в Аланию, в Турцию Чтобы купаться в прекрасном чистейшем море, которое я вам только что показала Ну, и, конечно же, смотреть вот такие вот закаты На сегодня я с вами прощаюсь Всем всего хорошего Пока-пока